Виктория Исакова, Эва Мельгран, Кристина Исайкина и Кирилл Адоевский в фильме «Слеза стеклянного озера». Лидия, хозяйка дома, вдова, в прошлом балетная прима и по-прежнему первая красавица, ушла со сцены после того, как сошлась с будущим мужем, который погиб при таинственных обстоятельствах. Софи, сестра покойного хозяина дома, художница и скульптор, нервная, впечатлительная особа, частый гость светских приемов, душа компании, муза, поэта. Колет, падчерица Лидии, тихая выпускница католической школы. После смерти отца стала еще более закрытой, незаметной тенью семейного поместья. Была принята в консерваторию, но отозвала заявку и осталось жить с мачехой. И наш герой, Филипп, сообразительный студент, полиглот, подрабатывает в страховом агентстве и курирует несколько лотов крупного аукциона. Никто и не вспомнит, когда случилась эта история, но забыть глаза Лидии не получилось бы ни у кого. Муж подарил мне это колье на годовщину свадьбы. Я помню этот день, как вчера. Он совпал с днем рождения, Колет. Поверить не могу, что через неделю ей исполнится 18-й. Накануне аукциона я посетил небольшой прием Лидии. После ужина было предложено сыграть партию в карты, и отказываться было неудобно. В конторе были убеждены, колье продастся в два счета, если в газетах появятся фотографии вдовы в нем. Слухи и сплетни о причине смерти ее мужа не сходили с первых полос последние пять месяцев. Мне же показалось, что она искренне подавлена произошедшим и при видимом спокойствии в ее глазах читалась обреченность, природу которой я не в силах был оценить. Я не секунду. В этот вечер Колет не везло в карточной игре. Она была рассеяна и резка. Мачеха и тетушка немного поддавались ей в игре и подбадривали. Лучше не стоит. Я такая неуклюжая, могу где-то обронить. Прекрати. Сегодня ты будешь сиять ярче, чем эта жемчужина. София немного перебрала с шампанским и вела себя очень раскованно. Игра мало интересовала ее. Она заводила истории, но не заканчивала свои увлекательные рассказы, прыгая с места на место, путая наши бокалы, то смеясь, то впадая в неожиданную тоску. Колет, милая, сыграй, пожалуйста, мою любимую мелодию на кларнете. Филипп не понимал, что за легкое и едва уловимое чувство тревоги поселилось в нем в ту минуту, когда он переступил порог их дома. Он наблюдал за игрой Колет, и волнение будто отступало. Но что-то не сходилось во всей этой картине, которая развернулась перед ним, как театральная сцена. Что-то ускользало от его понимания. И как наш герой не гнал от себя мрачные мысли, случилось то, что случилось. Колет, Колет! Колет. К Лето, Колет милая, очнись! Галет. Шемчуг.